Друзья, мы потихонечку продолжаем. Наша вторая часть знакомства с Point Blank. Это будет создание сервера и пребывание. Вот решили как-то неюбом меня посадить. Негатив будет с меня ржать и вообще показывать мне, что нужно делать для начала. И негатив, что мне нужно будет делать для начала? Ну, давай, наверное, перед созданием сервера зайдем в шоп. Да. И купим тебе оружие. Ну, давай сразу зайдем лучше в шоп. В шоп? А, вот есть в инвентаре. Бери АУК. АУК, жми. Сейчас. Вон он, второй. Второй АУК. Да. Взять. Можно дабл кликом. Так, 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 подожди. Пистолеты давай. Давай пистолет. Можно ГЛОК, можно вот... Тебе понравились дабл диглы, бери их. Да, давай, дабл диглы. Мини топор. Вот мне не очень нравится. Топор можно кидать. После того, как ты его выкинешь, у тебя появляется ножичек. Так. Вот, можно активировать? Да, 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 да. Все. Активировал приз. Кукри. Буду просто сшибать головы. Ну, напоминаю, по оружию основное оружие единичка. Пистолета двоечка на клавиатуре. Все как в КСе. В принципе, ножик три. Гранаты. Это у нас четыре и пять, да? Четыре. Четыре, да. Хаев для взрыва. Пятерка, спец гранаты, которую вы выбрали. Шестерка, бомба. Шестерка, бомба. Ну, вот специально, наверное, тоже поменяю. Гранату возьмите. Потому что с сишкой будет неудобно. Граната. Граната. Давай. Вот такую. Да. Берем гранату. И... Все можно менять во время боя. И флешку. Так что не критично. И... Да, активирую флешку. Активирую флешку и возьму флешку. Ух, интересно будет. Ну, друзья, разрешение у меня просто эпическое. 1600 на 1200. Впервые в поинт-бланке. Ну, может быть, не впервые. Конечно, мог и HD поставить, но проектор бы у нас не показал, к сожалению. Извини. Давай, заходи, солдат. Вторая закона. Мне уже страшно, если честно. Солдат. Так, скинуть активированный. Давай каким-нибудь мальчиком сыграем. Шлем у тебя есть. Берет у тебя свирепого хищника. Берет то, что нужно? Да. Для штурмовика. Давай возьмем какого-нибудь... Есть какой-нибудь жесткий скин? Какой-нибудь супер жесткий скин. Супер жесткий. Вот, в принципе, буфало у меня. Он изменит на меня. Это стандартный скин большой. От него, конечно, проще попасть, но можно с ним побегать. Ага. То есть можно еще и... У тебя тоже влияет, да? Да. Тогда вернем... Все бегают, возьми. Верну назад, верну назад. Берет. На голове шлем. Все правильно? Шлем остались такой. Это стандартный шлем. То есть, уточнее, по-моему, купленный за ГП, за игровые очки. Угу. Купоны. Купонов у тебя нет. Купонов нет. Все, буду без купонов. Да, ты без доната, ты очень прилежный игрок. Вот. Нет донатера, вообще, такое. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все, да? Я готов. Да, ты готов. Жму выход и... Скилы у тебя ставят правильно, насколько я помню. Так что... Да, создаем сервер. Выбираем карту. Я говорил для... Людям на стриме, что карта может быть интересная. Ну, для начала, наверное, тип сначала. Тип подрыв. Карта деловой центр. Или просто DC, как называют у игроки в Point Blank. Условия. Семь раундов. Ну, напомню, что немножко... Есть разница. Вот, уже мы переходим немного на правило. Семь раундов надо выиграть до семи раундов. То есть, счет может быть 7-0, 7-6 за одну сторону. А команда, которая за две стороны набирает восемь раундов, в принципе, наверное, и побеждает. Не восемь, а которая... Ну, то есть, сыграл 7-0, да? Тебе достаточно один раунд потом взять. Ну, до восемь. Но если ты сыграл 7-3, то тебе уже надо взять одиннадцать раундов. Если ты сыграл 7-3... Если ты сыграл 7-3, то уже четыре раунда нужно брать до следующей стороны. Вот ты выиграл 7-3, да. Я выиграл 7-3, одну сторону. Не, ну это все понятно. Десять лет назад вот так, в принципе, играли в КС. Поэтому, я думаю, если люди, которые зрители из КС, они будут, ну, в принципе, должны вспомнить такое. Ну, молодежь, конечно, не обязательно. Время три минуты раунд-тайм. Лимит на вход нету. Автобаланс есть. Настройки наблюдения нам не нужны, да. И ограничения по оружию. Тоже ничего не нужно. Тоже ничего не нужно. Окей. Так, теперь нам нужно будет, наверное, дождаться пока... Есть прямо у тебя курсоры на кнопке «Позвать». Ага. Можешь нажать, проставить галочки и поприглашать народ. Это опасно. Я думаю, ребята, которые смотрят стрим, вот как раз те уже, которые зашли, они видят сервер, видят комнату и знают, что у тебя не гаминова, так что они уже заходили. Слушай, а вот что это означает? Это какие-то маньяки, значит, звездочки? Это, да, это уже звание «Триежа». Это серьезные, кстати, очень люди к тебе подзаходили. Тебе будет нереально тяжело здесь практику. Итак, 1600 на 1200, 60 герц, дублирующийся монитор и куча маньяков. Хорошо. Половина из этих людей, которые подзаходили, они в топ-кланов. Причем таких очень хороших, которые уже забрали квоты в других городах. На турнир этот. Слушай, опасно. Мы едем на LAN в Киев, пишет нам Джейс Пейер. Мы ждем тебя, мы напишем. Сейчас, подожди. Мы ждем тебя. Привет, Джакер. С тебя пиво, подожди. С тебя пиво. Или откуда едет? Надо узнать, откуда едет вообще. Что там лучше растет. Выращивается, изготавливается. Ну все, нажму играть. Что, 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 отмени, отмени, отмени. Отмена старта. Не успел. Не успел. У тебя стоит галочка наблюдателя. Да ладно. Да ладно. Ребят, ничего, я надеюсь, вы меня слышите. Если что, пересоздам пока. Ну давай пару раундов посмотрим, как побегают ребята, а потом пересоздам. Пересоздам. Потому что, знаешь, так создал, чтобы не палить свой скилл. Но я знаю, по крайней мере, магические кнопки. Да, вот. Сразу покажу для зрителей. Есть аналогии некие с Дастом. Ух ты, а побыстрее летать нельзя? А? Побыстрее летать? Побыстрее летать? Нет. Да. Ну вот, допустим, вот сейчас вот это место, куда я пытаюсь вам показать, это, допустим, это Теровский Респ. Вот если идти налево, то это Титаник, нижняя Т-шка, Б-Плант. Вот это у нас Мидл. Вот я пытаюсь выйти на него. Все, в принципе, как и на Дасте, но немного другая высота, понятно, другие текстуры, но, в принципе, суть та же. Зик, Парыч также здесь существует. И выход на длину, банка, длина. Да, немного тут все по-другому, машины, немного по-другому плент. Но суть, суть та же. Очень похожа на второй Даст. И вот если сегодня победители лан-чемпионата нашего в зону 51 захотят сыграть, я думаю, на этой карте будет гораздо проще играть, чем на любой другой. Всего 5 карт на турнире. Я думаю, завтра мы со всеми 5 картами, и вы, и мы, и я легко познакомимся. Так, ну что, я пока посмотрю, побуду в наблюдателях. Немножко покажу вам немного физику, специфику, вы все увидите сами. Сейчас посмотрим за игроком под ником Малоснов. Малоснов. У него очень быстро переключается девайс. Опасная у него, конечно, пушка какая-то. Так, команда синих победила, это все хорошо. Хелсбар и оружие, которое находится в руках игроков, вы также видите слева и справа. Вот как раз 5 на 5 уже зашли парни и уже начали рубиться. Ну, отлично. Я в спектаторах пока повешу, посмотрю на... Затем, как барыни будут воевать. Вот прицела мы не видим, да, когда мы находимся в спектаторах. За спектаторов мы не видим прицела, к сожалению. Поэтому не всегда видим, как наводятся игроки. Мы видели, этот был каллиматорный прицел очень четкий. Но, вы видите сразу, это бросается в глаза. Это видно, ну, буквально с первого момента. Это скорость игры, прыжки, движения. И понятно, что... Понятно, что другая игра. Здесь все-таки действительно снайперу потяжелее. Модели двигаются намного быстрее. Здесь все динамичней. Ну и, конечно, можно убить с одного патрона. Поэтому давайте посмотрим пока. Немного за физикой, чуть позже, через минуток 5 я пересоздам. А по названиям... Давай пройдемся по названиям. Негатив. На карте. Да. Потому что я буду называть просто как второй даст. Начало миссии. Давай. Включаю карту. Значит, слева у нас идет проход в Т-шку. Ну, вот это, да, лево? Да, левый проход в Т-шку. Там, собственно, весь выход... Вот это первая комната, как и называется у нас. Я уже КС на обозначение, не помню на самом деле. Нижний респаун, Т-шка. Вот тут еще какая-то дополнительная комната перед туннелем. Это у нас стрит, но... И вот это точка, да, Б-плант? Это, собственно, выход на Б, на Д-се втором. Здесь это выход на А, потому что точка здесь... Да, здесь, кстати, поменялись точки. Это Б-плант у нас, как в КСе, стал А, ну и наоборот. Да, выход на Б-плант. Нижняя Т-шка, так называемая, ну, видите, здесь тоже с изменениями. Здесь лестница, здесь выход в миддл такой же, поуже такой. Это столб и банан на нашем. Да как? Столб, который где столб там, сверху, верхняя площадка, а ниже это банан. Штолб, это банан? Столб, да. Вот такие вот игроки в поинт-бланк. Что-то на банан не похоже? Название, в принципе, суть это не меняется. Ну да, название не важно. Вот он, зигзаг у нас. Дальше длина. Там, кстати, стоит какой-то вообще сумасшедший спецназовский танк. Можно прыгнуть, порулить? На него прыгать можно, да. А, ну и вот если друзья, которые сейчас, люди, которые играют, уже на сервере, если вы меня слышите, пересоздам сервер, потому что я должен почувствовать ваш скилл. Черт возьми. Но это будет страшно. Так, жмем выход. Ты если выходишь, хвост передается на другого. То есть, если хвост вылетает во время игры, то ничего страшного не будет. Ага. По оружию, получается, каждый раунд у нас нет, экономики у нас есть, девайсы. Если кого-то выкидывает, например, что происходит тогда? На турнирах? Да, на турнире. На турнирах раунд доигрывается, и, соответственно, все выходят и ждут, пока он зайдет обратно. Паузы в ПБ нету, пока еще. Поэтому решают вопрос так. Так, ну и где же делался поинт-бланк у меня? Верните поинт-бланк. Сейчас мы посмотрим. В принципе, наверное, могу перезайти сейчас спокойно. Пока я тут наделал альтабов, у меня немножечко все поменялось. Но это также не страшно. Сейчас я буду создавать сервер. Сюда будут заходить настоящие игроки номинации поинт-бланк. Те, которые умеют играть, в отличие от меня. Ну, я, в принципе, думаю, быстренько смогу приспособиться. Самый горячий малыш это весна. Смотрите, 50 рублей. Хороший хоть пистолет? Это Глок. Глок? Да. Но на турнире он запрещен. Негатив. А расскажи мне немножечко пока создается рвак о турнирах вообще в мире, о поинт-бланке в мире. Сколько турниров, сколько команд, ты знаешь, тут в России, в Украине существует. О коммунити немного. По мировым сначала. Был пока только один мировой чемпионат, который именно крупный проходил он в Сеуле, в Корее. Там были 6 стран. Корея, Таиланд, Индонезия, Россия, Турция и Бразилия. В принципе, сильные страны это были Россия, Индонезия и Таиланд. Это сервера, которые открыты более-менее рано. И они самые сильные сейчас по наличию, ну то есть по коммунити, по количеству игроков там и прочим-прочим. То есть самые хардкорные страны. В Таиланде чемпионатов очень много. Они буквально там ежемесячно крупные, да, и очень много мелких. В каждом клубе везде установлен ПБ. То есть там раскрутка на высшем уровне идет. В Индонезии тоже, в отборочных на мировой участвовало больше 2000 команд тогда, насколько я знаю. У нас хотело, по-моему, 700. Кстати, по последним результатам чемпионата мира, кто же зарулил-то? Таиланд зарулил тогда. Какой был приз? 10 тысяч долларов за первое и там 20, по-моему, давали с компанией-локализатор их страны за победу. То есть 30 тысяч долларов вполне. Ну как команда России выступила? Мы проиграли Таиланду. Проиграли Таиланду? Там был посев групп, две по три, и попалось, что Россия, Индонезия и Таиланд были в одной группе. То есть группа смерти. Там вообще жить было. Так, мне пишут Тагил, надо ответить. Тагил. И поехали. Ну что, все, в галачке не стоит наблюдателя. И я буду пробовать. Пробовать поинт-бланк. Таф, из тебя пиво мне написали уже. Вот так вот. Ну, хорошо. Ох, прицел немного не поменял, но ничего, с красным побегаю. У тебя не красный, у тебя лазер включен. Лазер включен. Нет, нет, нет. Нажмешь, у тебя все равно будет лазер. Нажми Б. 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 О. Класс, мне нужен лазер. И так вот понеслась. Где звуки, подожди. О, так получше. Так, сейчас привыкну к СНС. Где враги? Враги те, у которых нет над головой надписи, как я понял. По физике. Прыгается вообще замечательно, я смотрю. Ух ты. Его уже убили, ты опоздал. Не, я понял, я имею ввиду прицелы. Прицел каллимоторный, он есть, да? То есть это все, это все есть на чемпионатах. Да. Отлично. Просто, я знаю, чемпионаты по Call of Duty проходят там. Частенько многие организации убирают там, полностью ставят ограничения по девайсам. И после этого играют на дефолтных пушках. Ну, здесь у нас все включено, я понял. Так, я выхожу в мидл, да? Я понял. Да, мидл, коробка. Как меня тут вращают? Это пятерка. Ой. Сажать, я кого-нибудь убью. Да, езжешь. Вот, первый килл, поздравляю. Да, езжешь. Так, я замочил кого-то парня. Не, ну, в принципе, конечно, я думаю, вот где-то через час игры вы уже будете вообще понимать, что к чему. Это вот не на стриме играть. Это очень легко учиться играть. Очень вообще. Очень быстро привыкается. И понимает эта игра. Она простая. Так, я вылетаю на мидл. Сейчас. О, стоять. На собственной гранате. 7 хп себе оставил. Ну, ничего страшного. Я просто пытался посмотреть то, что он мидл. Но вообще, вообще, я смотрю, все происходит очень быстро. Кстати, как играют вот команды? Есть какая-то аналогия все-таки с КС тактиками на этой карте? Мне вот интересно. Флайм. Так? Да, так. Ну, допустим, выход на точку, сплит, сплит, раунды. Есть ли секрет по гранатам? Как они летят через текстуры? Здесь есть прокидки. Здесь есть, может, через... Давай, наверное, сначала объясню, как гранаты здесь вообще работают. Не как в КСе. Ты кинула, она взорвалась, да, в воздухе. Здесь она должна упасть, и через секунду она взрывается. Вот. То есть все зависит от того, как ты ее кинешь. То есть можно прокидать через здание, через окна. Там есть скилл, дальность броска, например. То есть в навыках твоих ты можешь его прокачать, взять, тебе накидает там в два раза сильнее. Вот. То есть очень много вариантов. По тактикам здесь тоже очень много стяжек. Игра более быстрая. И здесь больше упор на разводы и быстрая стяжка их толпы, чем на какое-то тактическое действие. По прострелам. Сейчас я тут бьюсь об монитор, немножко подвину себе его. По прострелам, подскажи. Простреливаются жалюзи, двери, окна, стекла, деревяшки. Вот. Ящики и стены не простреливаются. То есть большинство не простреливаются. То есть, ну, есть, да, там какие-нибудь... Есть. Вот эта ширма, за которой ты стоишь, она простреливает. Ой. Как меня убивают вообще. Я даже не успел зайти. Тут две Т-шки. Две Т-шки это читают. Просто на плент не пройти. Да, плент А называется. Ну, вот и мне опять напишите, что я сейчас тяну команду вниз. Став 1. Что мы видим, у нас один игрок остался. Кстати, где отображаются мертвые игроки? А, убит, убит, убит. Все, вижу. Давай тащи. Рост 94. Смотрим за тебя. За тобой. И команда синих победила. Не, ну, в принципе, здесь все понятно. Очень удобный интерфейс для комментирования. Все мы видим. Прекрасный счет. Красная, синяя команда. Это тоже все понятно. По никам, по холсам. Ну, не знаю. Мне все нравится. Я уже начинаю ждать чемпионата. Надо вот осталось с точками разобраться. И все. О, какой разброс. Все, я понял. Как сменить оружие? Вот, ты уже нашел. Ага, я понял. Мне не понравился Аук. Он просто попса. Ак. Соп-мод. Это какой соп-мод? Это который соп-мод? Это как? Попробовать. Попробовать? Да. Хорошо, я просто подумал снайперскую какую-то винтовку взять, но ничего. Кстати, снайперскую еще помог купить. Да, мне еще надо было купить. Кстати, по поводу скинов. Вот подскажи, какие все-таки, ну, я вижу, что женские скины тут очень популярны. Женские скины. Что-что? Женские скины доминируют, говорю. Они более такие мелкие. У них сложнее даже не то, что попасть. Утонченные, да, будем называть это? Да, утонченные. А, по поводу стрельбы. Вот подскажи мне, как лучше все-таки стрелять из девайса? Да, фаст клик делать постоянно на мышку, то есть не зажимать, а постоянно щелкать быстро и контролировать отдачу, то есть вниз вводить на мышку. Это привыкнуть надо. Сейчас я одену наушники, так мне будет легче. Даже должен один раунд кого-то убить вообще в конце-то концов. Думаю, на таком сервере тебе наушники тоже не помогут. Не спасут? Думаю, нет. Ладно, сейчас разберемся. А, кстати, на каком разрешении все-таки играют игроки в основном? Ну, как кто привык, но большинство на минимальном. Ну, то есть я не видел, что было разрешение 640 или 800 на 600, я имею в виду это. Ну, там минимально, по-моему, 800 на 600 или... Нет, 124. 124 на 108. Ну, вот видишь, меня просто убивают свои. Да. Тут нету friendly fire, но здесь можно взорвать своего на взрывающихся объектах. Будь то там машины не разбитые, будь там бочки, еще что-то. А наказать его можно? Ну, с гемского аккаунта, конечно, можно потом подумать. Ну, сейчас не стоит на стриме это показывать. Но ты ник запомнил? Все, рост 94. Жду тебя завтра. Ну, я даже поощряю этого. Пишет, молодец, гемо подорвал. Помо, тебя не любят тут. Да, я тоже понял, что я здесь нервный. Ты должен наказать их за это. У меня нулевой уровень вообще. Минус один. Левел минус один по поинт-бланку, поэтому... Но я думаю, это недолго. Я вообще думал, что надо уже собирать отряд и идти на чемпионат. Почему бы и нет? Смотри, что пишут вообще. Что происходит в стриме? Негатив накажи его, он плохой. Так, мы продолжаем играть на втором дасте. Называется он поинт-бланке просто... ДЦ, деловой центр. Деловой центр, да. ДЦ. Ну, а в принципе, Д2 тоже подойдет. По-моему, КТ Овнет. Да, нас защита... На втором месте девушка Савопа. Так, все. Я боюсь, я побежал. Буду изучать карт. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Картинки. О, люди! Вы куда? Я понял, это калаш. Я знаю, у меня теперь есть стратегия развития на следующий раунд. Я буду стоять на РСП и ждать, пока всех убьют. А потом они побежат на тебя, да, и ты сделаешь минус. Да, да, да. Ну, что действительно, вот с первого раза сложно зайти на карту, которая вроде бы как должна быть похожа на то, что ты знаешь, но немного все по-другому. В принципе... На самом деле, если ты зашел в комнату к новичкам, я думаю, ты бы там огнял по-жуткому просто. Потому что большинство из новичков, они... Ну, вообще ноль скилла просто, которые люди играют на супер. Больные ноты. А против этих ребят шансов мало даже у таких уже более-менее бывалых ребят. Так, ну наша команда когда-нибудь выиграет или нет? А, два-три, да все нормально. Сейчас мы потащим. Смотри, остался один... Глюкмен. Двое. Двое? А, ну вот одного уже бросить. Все. Найти глюкмена и уничтожить. Зарезали позорно. Бомба была установлена. Все, бомбу поставили. Это точка. Да, жалко, конечно, свободного вида пока еще нет, но нас обещают. Гэм, жди нас в Киеве, клан... Свободный просмотр есть, только там нужно галочку поставить. Но тогда все бы видели, и это неинтересно. Я только что просто изувечил название какой-то команды, которая приедет. Все. Я буду прятаться. Где здесь можно спрятаться? Вот прямо здесь и можно. Я просто пытаюсь еще пока понять физику немножко. Право сядь в угол. Нет, право это попса. Слева тоже есть угол. О, меня уже стреляют. Там еще один проход был. О, не, я туда не пойду. У нас слева уже прорвали наши, они уже на точку. Отлично. Я просто не хочу умирать, я хочу немножко побегать. Тут в отличие от КСа, через стенки видно некий, то есть своих игроков. То есть подсвечивает где-то человек, там, на каком направлении. Где же, куда они? Братва, что происходит? Я не паникую. Я паникую, если они со всех сторон нападают. Я все, я вот здесь, я в домике. Кто-нибудь. Иди отсюда. Смотри, они просто... Меня свои сливают. Меня сливают свои. Это невозможно вообще. Я, по-моему, здесь ненужный гость. Ладно, посмотрим, продолжаем. Так, все, жди нас в Киеве. Я думаю, надеюсь, все-таки завтра будет много команд. Как у нас коммунити в Украине, знаешь? Очень прилично игроков играют. То есть я думаю, команд 50 должно быть. Учитывая, что это киберарена все-таки, просто я не знаю, каким нужно быть. Группом человека, чтобы не приехать сюда поиграть на турнире. Он говорит, так, ну, сиди и крысь. Нет, я сейчас посажу кого-нибудь, по-моему, за 1600-1200 и попробую на 60 герцах это все делать. Вы хотите взять АВП? Как? Нажми Т. Там есть мелкий, скажем, вариант. Сейчас стрелочка влево. Нажми. Все, я пошел врываться. Я понял, что мне надо в аркаду. Ух, какая штука. Только не с деглами. Тут один выход. По мне уже стреляют. Я понял, туда не пойду. Слева не прочакал. На самом деле, карту на даст не похож. Она похожа по расположению точек. Я закажу в туннеле просто с пяти стороной. Очень интересно. Хоть раунд, я зову, заживу. Это самая распространенная карта. Она играет больше всех народу. Она одна из первых была? Или первая, даже если не ошибаюсь. Тут, конечно, у меня куча вопросов. Как вести себя при ближнем бое? Как вести себя при дальней? То есть, когда ты зажимаешь? Когда ты по пульке стреляешь? Ну, это дело в практике. Тут даже не объяснишь. Вот вы видите, насколько быстро приключаются девайсы и вообще, насколько все быстро происходит в этой игре. Нет, Point Blank мне уже начинает нравиться. Жду с нетерпением завтрашних эпичных заруб в Украине. В Киберспорт-арене мы узнаем вот того счастливчика, кто поедет на финал Москвы. Ну, надеюсь, что борьба будет достойная. Так, ставят бомбу. Мы увидели. Малоснов. 13 хп. Сейчас он будет быстренько, по-моему. Пока что здесь папа. Дает он дым. Закрывает себе точку. Ну, он знает, по крайней мере, куда смотреть. В отличие, допустим, от меня. Знает, как защищаться. Еще отфлешивается. Нет, это ХАЕ. Он отбросил. И пытается как-то защитить Б. Пробивает себе решеточки. Деревяшка, чтобы было видно точку. И убивает его в спину. Все, вот тут понятно. Хорошо. Вот такая вот точка, кстати. Вот ее диффузит. Бомба деактивирована. В принципе, все понятно. Все четко понятно. Для людей, которые не первый день связаны с играми, с киберспортом, с рядышутерами. Я думаю, можно разобраться за пару часов. Но уже научиться. Это дело каждого личное. Ну вот опять у меня он взрывает. Смотри, кто тебя взорвал. Я все, я понял. Я теперь буду его наказывать. Не приближайся к бочке или сам взрывай. Меня просто в каждый раунд. Можно сделать рестарт? СВ рестарт раунд. Меня сливают уже какой раз на этой бочке. Он гонится за славой, чтобы его поназывали. Дезматч? Да, кстати. Можно на дезматч поиграть. Повеселей. У меня хоть шансы будут. Выход, кнопочка. Нет, еще один раунд надо. Вот убьют парня на террорском Респе. Сейчас на платформе. Да, он идет на длину. Сейчас вот тут должны зажать. Возьмем его тогда. Вот этот тот, который не сливает. Сейчас, 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 сейчас. Я понял. Он тебе как нравится, да? Понял. Куда я не пойду. Помните, что ты хотела? Помните, что ты хотела? Не знаю, что они хотят. Причем все и банда не хотят оружия. Так, кто простреливается. Простреливается. А кто-то могут прийти. У него надо попасть раза 3-4. Тело, чтобы убить. Да, что такое, как он выжил? Два патрона попал. Так, ребята, на сервере. Создаем дозмач. Последняя попытка меня кого-то убить. Сидя вот здесь. Да, они играют. Ты же, когда туда ходишь, а потом туда. Но здесь хороший шанс мыться от них подальше, пока они не успели. Да, да, пусть, пусть играют вообще. Играйте, ребята, не заходите ко мне. Так, что мне нужно поставить? Тип общий матч? Да. Стоубист, лимит 15-10 минут нам хватит. Карта. Ближний B хороший, это портовый склад. А деловой центр? Давай я с вами на нем. Матч в деловой центр, не лучший вариант. Какая разница? Сейчас смотри, как набегут. Итак, друзья, я вас жду. ГМ и Нова, ПБЦС. Один. Да, меня уже нашел. Все, поехали. То есть, когда два человека уже появилось, вдвоем уже можно стартовать игру? Уже 2 на 2 было. Да, думаю, секунд 5 или 10 все забито будет. Ну, когда мигаешь, то человек выходит с РСП, да, еще его нельзя убивать. Он тебя прикрывает, бегает. Отлично. Прикрывай меня, мужик. Сейчас проверю, я сейчас с Сенсой бы разобраться. Ну ладно. Сейчас чуть-чуть погромче сделаю. Это уже мидл, да? Да. А, это я уже на точке. Я понял. Ниже. Ладно. Ага, то есть, человек, который мигает, он может на тебя стрелять, да? Человек, который появляется, у него есть там 3-4 секунды неизвенности. Так, это плохая бочка, я понял. Там мидл я был уже. Да, я видел. Мидл я видел. Двери, и вот это все простреливается. Вот это все штуки простреливаются. Это как паста. Пл***. Они спасают меня, видишь, я пытался зажать. Не, ну, в принципе, я думаю, что... Ну, наверное, вот команде, которая, если захочет участвовать в чемпионате, тем людям понадобится пару месяцев для того, чтобы бороться с маньяками. С сильными командами, да, где-то 2 месяца. Есть команды, которые буквально вот только создали аккаунт и затаскивали там у людей, которые по месяц-два играют вообще без проблем. Слушай, а какое преимущество у зума? Вот мне стоит зумиться или нет? Или я могу и так стрелять? Ну, на дальнем расстоянии лучше зума. Ну, когда ты не привык к даче, ты не можешь контролировать на дальнем расстоянии, лучше с прицелом стрелять. Я думал, наоборот, попробовать по пульке. А есть, знаешь, какая-то другая игровая физика, допустим, как в Сталкере. Там считается дальность, на которую ты стреляешь, и пули идут ниже. Нет, нет, ниже не опускаются. Но есть предельная дальность выстрела. Ага, то есть баллистика, я понял, все. Там чем дальше, тем есть предел, после которого дает урон меньше, а потом вообще пропадает. У меня просто, да, шел. Но теперь понял, прошив, работает отлично. Потому что у меня через дверь заспрейли так, как будто я получил два хэдшота. Проходите. Я понял, сейчас. Не, ну тут все понятно, в принципе. Бери да убивай, но мне сейчас это не очень удобно здесь сделать. Вот, здесь он шар как раз. Отлично, я вышел зиг. Еще не вышел. Попытался выйти. Я просто, знаешь, не понял, поворот налево на парочи такой. Тоже довольно загадочный для меня оказался. Нет, здесь намного сложнее, намного больше выходов. И намного больше мест, где можно спрятаться. Поэтому, наверное, здесь все дело в тренировке. И как только вы поиграете определенное количество времени, вы быстренько привыкнете. Плюс тут вся карта пробегается секунд до 20. От начала до конца. Ну, то есть наискосок даже, там, дальнее расстояние самое. Поэтому стяжки очень быстрые, там, по НП. Игра очень динамичная. Ох. Люблю эти гранаты в парочках. И там прямо возле респауна их него просто. А там в доме слева, там респауна их. Поэтому их там много. А, я понял, я думал, он снизу, на самом деле. Ну, там и снизу, и сверху. Там под домом в доме. Давай вообще испробовать эту штуку. Так, двойного приседания нет. Там твое любимое АВП. Сейчас, сейчас, это здесь. Нет, все-таки мне не нравится. Ох, я понял. Ну, АВП там не было. Не, ну, в принципе, у меня вот действительно человек, который посидел за игрой там минут 20, вообще вопросов никаких нет. Тут все понятно, но нужно... Нужно тренироваться. Нужно поставить нужное разрешение. Нужные карты. Брать своих друзей. И шпилить. Да, ну, пока же, к разбросу нужно действительно привыкать. Тут еще много прифайера роляют. Да. В принципе, как и везде, наверное. Ох. Кинь себе флешечку под ноги, кстати, отзацени. Сейчас попробую. Мне просто немножко неудобно сидеть, но... Всем понятно, что меня здесь насилуют. Угу. Вот такой вот эффект. Вот такой вот у нас дым. Да, это который ВП-смак, который дамажит. Где враги? Где враги? Иди сюда. Иди сюда, я вас убью. Где-то слева был он. Спрятался. И вообще не попадают. С прицелом стреляй. Что, что? С прицелом стреляй. Сейчас на пробу. Не, вообще, мне действительно очень нравится ПБ, но то, что... Нужно привыкнуть к оружию, к разбросу, к физике игры. Это дело вообще очень короткое, по-моему. Ой. Да, вот я зажимом пытался стрелять, но, видели, очень много времени понадобилось. Наверное, все-таки надо действительно покликивать, потому что, ну... Зажигать нужно после креста, вообще, очень-очень тяжело. То есть, они бегают и приседают постоянно. А, разбросу, он контролится как-нибудь, либо он, каждый раз, рядом, надеялись. И разбросы отдачи. Что, что такое не умирает? Да есть, я кого-то убил. Заходим, мидл, ребят. Нет, не хотят. Пойду пробегусь, асташку, я уже, я уже почти изучил всю карту, он действительно очень быстро. Он все пробегается. Хотя, звуки шагов есть, вот пытаюсь послушать. Да. Там даже шифт слышит. Не, ну, шифт, да. Ну, очень-очень тихо. В доме наверху АВП. Там даже спектр тут вдруг-вдруг взрывает. Ну, все, мне сейчас... Ты уже двоих убил за одну жизнь. Мой рекорд. Я слышу, где-то АВП стреляет где-то рядом со мной. Ой, отвернулся. Ну, вообще, все, все отлично, действительно. Тут, ну, просто здесь очень жесткие люди играют. С которыми, конечно, мне еще далеко. Ну, может быть, не супер жесткие. Нет. Сейчас в левую верху мини-карта. Вот, которую можно минусом уменьшать, увеличивать. На КВшках очень важная штука. Не попал. Попал под своего гранаты. Отлично. Так, ну, иду дальше, иду дальше. Сейчас попытаюсь снова зайти в парыч. Это длина. Это длина, это длина, да. Сколько здесь там места вообще, куда бежать можно. Думал, не увидели все. Ну, вот теперь, думаю, тут мне тапки уже. Мне тут быстренько найдут. Граната. Он уже сверху. О. Попадание в голову. На пленте. Спокойно. Спокойно. Эх. Тебя девушка взорвала. Хэтшотом просто, просто вообще жестко. Не, ну, мне все понятно. И я думаю, что, в принципе, игра не сложная. Да, можно, кстати, другие карты посмотреть. Или уже потихоньку переходить к ребятам. Да, сейчас мы, кстати, друзья, будем приходить на шоу-матч и будут играть люди с прямыми руками. Не такие, как я. Как здесь убивают гранаты, как мне это нравится. Кстати, вот сколько, если граната идет под ноги, она по-любому взрывает человека. Смотри, кинь гранату куда-нибудь так, недалеко от себя. Поближе подойди. Видишь индикатор? Да. Там было 6-4 метра. Вот с 6 метров тебе стоило 30 хп. То есть, если там хп броня, да, тебе бы от того 50. Угу. Вот. С 4 метров она убивает. Там с 8 еле затрагивает. 8 предельный максимум индикатор. Вот. То есть, она падает и взрывается. Потом только. Она не взрывается в воздухе, как в кейси. Я понял. Ну что ж. Друзья, последние мои попытки здесь кого-то вообще минуснуть на сервере. Я думаю, сейчас они закончатся. Как здесь у тебя осталось очень мало времени? Вот так вот. Снова я слышу тут звон в ушах. Это так бывает иногда. После попадания хедшотом. Сносят голову, там слетает маска одновременно у тебя или шлем. Что там у тебя? Победила красная команда. Ну, зато ты победил. Да езжешь. Ну, в принципе, все. Тафа отмучился. Я, в принципе, думаю, что и те люди, которые смотрели. Тут действительно все предельно ясно. И предельно просто. Но это только с одной стороны. Я думаю, конечно, команды, которые готовятся к чемпионатам, которые играют, сыгрывают. У них есть много фишек. И там действительно очень много работы сделано. Мы, в принципе, сейчас, наверное, увидим первые такие элементы командной игры. Все-таки шоу-матч. Это шоу-матч. Здесь будут все фаниться, веселиться. Но завтра уже начнется украинская квалификация. И тогда начнется жесткий бой. У нас же, друзья, еще один небольшой пятиминутный перерыв. После которого мы уже будем переходить на шоу-матч. И на первое выступление я уже буду смотреть за теми людьми, которые играют действительно классно в эту игру.